Здравствуйте! В эфире программа «В центре внимания» в студии Евгения Монакова. В Москве в мае месяце проходил чемпионат России по суточному бегу. И вот единственный из города Благовещенского участник получил второе место на этом чемпионате. У нас сегодня в студии находится Константин Анечкин. Здравствуйте, Константин! Здравствуйте! Константин, поздравляем от души. Мало того, что вы заслуженный чемпион, вы еще и теперь получили наконец-то официальное звание мастера спорта международного класса. Спасибо! Поздравляю, правда? И я так понимаю, что чемпионат затевался именно для того, чтобы получить вот это звание мастера спорта. Ну, участие, да, в чемпионате для этого затевалось. Это была основная цель получить. Ну, мастера спорта хотел выполнить. Почему? Давайте теперь ваши мотивы. Было такое желание. Ну, это было основное желание. То есть, я когда начал заниматься, я прям поставил себе четкую цель, что я хочу выполнить норматив мастера спорта и именно вот в такой дисциплине, как суточный бег. А как давно у вас началось увлечение бегом? Как давно вы себе эту цель поставили? Ну, в 2017 году. Всего? Ну, да, да. Я начал бегать осознанно, скажем так, и пришел в клуб «Бег мечте», начал там заниматься. И потом вот все развилось, появилась идея такая, что надо мне выполнить норматив мастера спорта на суточном беге. Вообще много таких мастеров спорта именно по суточному бегу? В стране вы имеете в виду? Да. Ну, в стране, да. То есть, чемпионат проходит ежегодно и проходит Кубок России по чемпионату. То есть, и люди выполняют нормативы. То есть, если мы говорим про вот этот чемпионат, который проходил в мае, то норматив мастера спорта международного класса выполнило 4 человека и порядка 8 человек, наверное, выполнило норматив мастера спорта. Угу. А участие при этом, я так понимаю, это все равно массовое достаточно чемпионат. Ну, участников в целом было около 100 человек. Я точно цифры не помню. Ну, я понимаю, но это приличное количество, действительно. И самое сложное вот в таком чемпионате по суточному 24 часа бежать. Да. Я понимаю, что в этой ситуации далеко не все добегут до финиша, правильно? Ситуация такова, что обязательно в момент старта находиться на дистанции и в момент финиша. То есть, все остальное время человеку предоставлено. То есть, он может отдыхать, может бежать, то есть, как хочет. То есть, можно останавливаться? Можно. Но, соответственно, если долго стоять и не двигаться, расстояние будет как бы меньше. А какая дистанция? Стадион стандартный 400 метров. То есть, самое главное просто бежать в течение 24 часов с небольшими паузами. А паузы, кстати, эти, они как-то, ну, ограничены по времени? Нет, они не ограничены. То есть, ограничено только ваше желание, сколько вы хотите пробежать в итоге за сутки. А, а там считается на каждого участника, да, сколько он пробегает? Да. Каждый участник имеет электронный чип хронометража. То есть, каждый участник отдельно фиксируется, сколько кругов пройдено. Я понимаю, что вы пробежали, видимо, очень неплохую дистанцию. Стали серебряным призером. Сколько в итоге получилось? 256 километров, 661 метр. Ну, официальная дистанция такая получилась. Вот это да. Что было самое непростое в таком непростом чемпионате? Самое непростое, это было последние вот несколько часов, они были самые сложные, когда уже психологически устал очень сильно и, ну, организм, конечно, устает. То есть, в этом случае была очень важна поддержка, то есть, людей, которые были. Кто был, да. Супруга поддерживала главный мотиватор, заставляла бежать дальше, чтобы не останавливался. Вот это да. А что касается, вот 24 часа вы бежите, ну, есть же естественные потребности, да, поесть, попить. Столики, то есть, опять же, это каждый сам обеспечивает себя питанием, водой, то есть, все это, ну. Вы для себя, вот, как решали этот вопрос? Для вас это был все-таки первый опыт именно такой длинной дистанции, да? Я понимаю, что у каждого спортсмена, там, когда у нас, особенно, еще имеет тренера, есть какая-то тактика. Вам пришлось готовиться самостоятельно, без тренера. Какую тактику вы выбрали? Что есть? Что делать вообще? Какой питьевой режим держать? Как себя психологически поддерживать, настраивать? Вот как вы это делали? Ну, по питанию я, как бы, долго планировал, все рассчитывал, сколько и что, то, как мне нужно, ну, интервалы временные, да, скажем так, когда мне нужно что есть. Да. И проверял на тренировках, на длительных, на других соревнованиях, именно питание, какое мне больше всего подходит. Ну, и, наверное, первые 18 часов я питался именно тем, что запланировано было. Ну, а последние 6 часов уже ел и пил все, что давали. То есть, там, вход шло все абсолютно. Ну, а вообще, какие теперь вы для себя, какую формулу выработали? Может быть, кто-то еще из жителей Амурской области решится на такое? На формулу подготовки? Да, формулу подготовки. Потому что, действительно, подготовиться к такому мероприятию очень-очень непросто. Но я знаю, что есть у нас спортсмены, которые могут такое и хотят сделать. Дело в том, что, видите, длинные такие дистанции сверхмарафоны – это соревнования, которые, ну, как говорится, бегутся головой, а не ногами. То есть, очень важно иметь психологическую подготовку, ну, быть готовым терпеть трудности какие-то и боль. Понимаешь, что больно будет, будет тяжело. Ну, это просто рано или поздно закончится. А выбор, потерпеть или нет – это уже, ну, дело каждого. Ну, тренировки у вас ежедневные, в принципе, я так понимаю, ну, практически ежедневные? Ну, вообще, да. То есть, при подготовке к соревнованиям были ежедневно, иногда были по две тренировки в день, то есть, утром и вечером. Ну, вы все равно такую дистанцию, вот, чтобы 24 часа бежать, вы до марафона этого не делали вообще? Нет, до этого, вот до мая месяца я бегал 100-километровые соревнования и 13 часов соревнования тоже бегал. Ну, и на тренировках тоже такое… Тренировка самая длительная была 6,5 часов. Угу. Слушайте, ну, это, конечно, вообще, это большой риск, большое откровение такое, да, как поведет себя организм в процессе. Ну, вообще, да. И самая основная проблема, действительно, мы уже вот с вами перед эфиром об этом говорили, что у нас нет тренеров в Амурской области, которые специализировались бы вот на таких длинных дистанциях. У нас нет тренеров, которые были бы, ну, специализация, вот чтобы длинные дистанции, и, к сожалению, у нас нет возможности полноценно готовиться к таким длинным дистанциям круглогодично, то есть, ввиду отсутствия, ну, полноценного нормального манежа. А тот манеж, который у нас есть, он очень сильно загружен, ну, спортсменами, легкоатлетами, которые у нас тренируются, у нас очень много людей тренируются же, то есть, и даже тренировки заканчиваются в манеже сейчас в 22 часа, то есть, люди до 22 часов тренируются. То есть, бег все популярнее становится, да? Ну, популярный, доступный вид спорта, да. Да, а как вы ходили из ситуации? То есть, что вы, где брали тренеров? Ну, надо же все равно с кем-то консультироваться, советоваться как минимум. Ну, сначала я советовался, консультировался с московскими тренерами, то есть, потом, как бы, они, ну, как бы, у нас не было задачи, что они будут меня тренировать, это были больше консультации. Изучал литературу, изучал опыт других спортсменов, то есть, общался со всеми и, ну, готовил себя самостоятельно. То есть, это в током русле. Вообще у нас, я знаю, в Амурской области действительно нет такой базы, да, и возможности, но, вот, например, тот же Биробиджан, куда вы тоже ездите на соревнования, то есть, там есть и тренеры, которые работают с такими спортсменами, к ним тоже обращались? Да, я поддерживаю хорошие отношения с тренером, который вот с Биробиджаном, от Чала Сергея Ивановича, ну, с ним поддерживаю, с его спортсменами, ну, как бы, такие тесные отношения поддерживают. Ну, они готовятся тоже, проводят у них, вот, все российские соревнования будут на 100 километров в марте месяце. Поедете, кстати? Если получится. Ну, вот на эти, на этот чемпионат России, с Дальнего Востока вообще кто-то еще приезжал? С Биробиджана приезжала команда, порядка, там, шести человек, участников. С Хабаровска спортсмен приезжал, не помню, вот, с Владивостока были или не были, не помню, честно говоря, их не видел. Угу. Вообще между собой там общаетесь хотя бы? Ну, конечно, конечно, то есть общаемся, и общаемся постоянно в соцсетях, ну, на протяжении всего года, ну, а во время соревнований, ну, трудно общаться, потому что у всех разный темп движения, и, ну, невозможно, как бы, всем бежать одновременно и поддерживать друг друга. Константин, ну, все, мастер спорта международного класса теперь у вас в копилке. Что дальше я даже представить не могу? Ну, дальше я, честно говоря, пока не думала о том, что будет дальше. Ну, как бы, возможно, продолжу, то есть, есть же другие достижения, то есть, не обязательно, ну, не только мастер спорта, можно рекорд России попытаться установить. Есть куда расти, да? Ну, конечно, есть куда расти, рост всегда возможен. Константин, я вам, правда, от всей души желаю получить вообще все возможные награды, которые есть. Вы человек, конечно, необыкчайной целеустремленности, искренне просто мое брау вам. Спасибо вам за то, что пришло. Вам спасибо, большое. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня мы общались с серебряным призером чемпионата России по суточному бегу Константином Анечкиным. Вы смотрели программу «В центре внимания». До встречи в эфире.